15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. В этот день страна дает дань уважения воинам, афганцам и другим ветеранам боевых действий, кто прошел горячие точки в различных районах земного шара. Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в рамках Дня памяти в Доме культуры Аула Бличепсин, было организовано историко-патриотическое мероприятие под названием «Живая память». В фойе была оформлена тематическая книжно-иллюстративная выставка, посвященная односельчанам, которым пришлось воевать в мирное время. Почетными гостями мероприятия стали глава Бличепсинского сельского поселения Каплан Шавгенов, председатель общественного движения Адагахаса Кашхабльского района Амин Непшикуев, председателей Совета ветеранов района и поселения, старейшины Аула, ветераны войны в Афганистане, школьники. Открыла встречу организатор и ведущее мероприятие Сима Отрешева. Отдав жизнь за свободу и независимость братских народов, отстоял Россию великую, неделимую. Тем, кому посчастливилось вернуться живым, не уроним честь и достоинство российского солдата. Тем, чьи сердца вели, ждали и надеялись, а также будущим защитникам Отечества посвящается. Вчера мальчишки в выпускной гуляли, ломился стол от всяческих сластей, и в ночь подруги им судьбу гадали, и нагадали тысячу путей. И им пришлось испить ее до края, и обманул письме отца и мать. Волни на бой по делу вылетаем, в жестокий сечек смерти привыкать. Их уносили черные тюльпаны, не в небо, в полгун девятнадцать лет. За землю предков дрались там душманы, а мы за что? Никто не даст ответ. Вчера пришли мальчишки, посидели, у сердца боевые ортенанты, и шрамы, как отметим на теле, и в душах не кончается война. Великие герои афганской войны прошли через многие трудности вы. Смерть издрели, кровавые и жало, гибели близких, родных вам людей. Нет больным боли и страданиям. Спасибо тем, кто защищал. И гибелью в хвосте Афганистана сегодня праздником нам стал. Помни, гордимся! Дорогие наши друзья, дорогие наши афганцы, нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память». Именно жива, потому что еще живы те, которые были с вами рядом по оружию на чужой афганской земле. Мы будем помнить, и память будет жива до тех пор, пока вы будете посещать, встречаться с их семьями, пока мы будем читать для вас стихи и петь для вас песни. Поприветствовал присутствующих глава аула Блечипсин Каплан Шовгенов. 15 февраля в России отмечается День памяти вонев «Интернационалистов». В этот день, в 1989 году, последние воинские подразделения ограниченного контингента советской армии покинули землю Афганистана. Эта древняя страна стала для многих семей бывшего Советского Союза символом горя и страша за сыновей, исполняющих свой интернациональный долг, как тогда писали советские бюджеты. Официальный статус «Памятный день» 15 февраля получил по федеральному закону от 29 ноября 2010 года. В этот день российский народ вспоминает не только воинов афганцев, но и всех-всех интернационалистов, которые исполняли свой служебный воинский долг за пределами Родины. В этой связи хочу поздравить наших афганцев с этим праздником, днем вывода советских войск из республики Афганистан. Пошелать вам крепкого здоровья. Война в Афганистане длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Свыше 14 тысяч советских воинов погибли на чужой земле. 6 тысяч скончались и впоследствии от ран и болезни. 311 человек пропали без вести. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. 34 года отделяют нас от тех событий. Однако память о войне по прежнему болью отзывается в сердцах матерей отцов и вдов. В афганской войне принял участие 41 военнослужащих из Кашкабского района. Из них 15 воинов наши земляки в Лечебсинце. За пременесение службы в Афганистане ни один из вас не проявил много молодушия. С честью выполнил свой воинский долг и вернулись домой живыми, проявив доблесть и мужество. В мирной жизни вы все для нас являетесь примером, ориентиром, на кого равняются и подрастающие поколения, и свои дети. Все наши ребята, афганцы, все вы, нашли достойное место в мирной жизни. Стали депутатами, большими руководителями, меценатами, предпринимателями. От имени администрации, от имени жителей АОЛа хочу еще раз пожелать вам всем крепкого здоровья, мира, успеха во всех ваших начинаниях. О мужестве и отваге наших земляков рассказал и председатель общественного движения Адыгахаса Кашкабельского района Амин Непшукоев. Администрация, мира, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мужестве и стойкости парней, воевавших в Афганистане, а также почтили память минутой молчания павших воинов. На вечере звучали трогательные стихи о войне, были исполнены патриотические песни, а в зале царила трогательная атмосфера. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok И вернутся, родные, с той войны навсегда. Все эти тонкие нити между мной и тобой, возвращайся, мой милый, возвращайся в живой. Вернувшийся с далекого похода, друзья на них погибшие глядят. Из 80-го памятного года болит в сердцах он тысяч материн. Упавшая слеза на камне стынет, на необъятной родине моей жду сыновей, погибших на чужбе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Огонь отрасль Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 Субтитры создавал DimaTorzok В завершении мероприятия с ответным словом выступил участник боевых действий в Афганистане. Субтитры создавал DimaTorzok В этой страшной войне на чужой стороне, на горячей от солнца земле, погибали в огне, жизнь отдав той стране, что не снилось им раньше во сне. В этой страшной войне виноваты вдвойне за парней и за их матерей. Для страны это ринг, превращая жизнь в цинк, а для матери боль за детей. Афганистан 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 Афганистан